Отвечая на этот квест, прежде всего, нужно понимать, каковы тенденции и каково место текущего момента в больших трендах развития наших отношений за предыдущий период, за предыдущее десятилетие. Начиная с 2014 года наши отношения радикально ухудшились, скорость этого ухудшения была разная в какие-то моменты. Ухудшение происходило быстрее в какие-то моменты. Мы выходили на какое-то плато и топтались на месте. Но опыт показывает, что каждый раз после украинского кризиса находились какие-то новые поводы для ухудшения отношений. Так называемое вмешательство в выборы. Это тема больше для российско-американских отношений. Но со стороны ЕС она тоже звучала. Дело Скрипалей, Навального, которые выводят на более широкий пласт проблем, которые тоже центральны для наших отношений, по крайней мере, они важны для Европейского Союза. Это права человека, это вопросы демократии и так далее и тому подобное. Есть компоненты, связанные с вопросами безопасности Европейский Союз, страны ЕС, как часть Североатлантического Альянса, участники, скажем так, коалиции сдерживания России на международной арене. У нас есть целый ряд серьезных разногласий по региональным вопросам, например, политического транзита в Сирии, по целому ряду других тем. И очень мало вопросов, где наша повестка совпадает и наши интересы совпадают. Несмотря на это, у нас остается очень высокий уровень экономической взаимозависимости. Европейский Союз – ключевой партнер России на международной арене в экономическом плане, в торгово-экономическом плане. У нас остаются очень сильные гуманитарные связи. Да и вообще привлекательность Евросоюза для российского бизнеса, для гуманитарной связи со стороны России тоже достаточно высокая. И Россия неизбежно тоже остается крупным соседом Европейского Союза, который игнорирует просто-напросто невозможно. Итак, какие же будут тенденции, как будут развиваться наши отношения? Мы попробовали обозначить четыре сценария, они описаны в докладе. Наверное, мы должны исходить из того, что в ближайшее время развернуть негативные тренды, к сожалению, не получится. Я говорю не о всем десятилетия, а по крайней мере о первых годах этого десятилетия. Даже такие серьезные потрясения, как COVID-19, которые, казалось бы, являются общей объединяющей проблемой для всего человечества, и в том числе для России ЕС, не породили снижение остроты нашей противоречия. Более того, они были ускоблены тем же делом Навального. А снижение остроты по другим направлениям, например, прекращение огня на Украине, временное прекращение, но тем не менее оно продержалось достаточно долго, не развернуло наши отношения в какой-то позитив. Даже небольшие позитивные подвижки по направлениям нашей противоречия не приводят к пропорциональным сдвигам в характере наших политических отношений. С другой стороны, те противоречия, которые у нас есть, те же санкции и те же ограничительные меры, они, в общем-то, избыточно не вредят нашим торгово-экономическим связям. Например, те санкции, которые Евросоюз вводил по делу Навального, не повлияли на наши крупные проекты. Евросоюз остается привержен реализации проекта «Северный поток-2». Евросоюз выступает против американских экстерриториальных санкций, считает, что это дело России и Европейского Союза, России и Германии в продолжении проекта, несмотря на то, что США, конечно же, остаются важнейшим и ключевым партнером Брюсселя на международной арене. Итак, возвращаясь к тенденциям, в ближайшие годы переломить негативные тренды вряд ли получится. Но мы видим, что и фундаментального ухудшения тоже не происходит. Например, в сентябре Европарламент вообще предлагал радикально пересмотреть отношения, отказаться от концепции избирательного сотрудничества, но этого не произошло. Наши отношения устояли, и концепция избирательного сотрудничества тоже устояла. Это дает надежду на то, что и новые штормы, новые потрясения все-таки будут распиваться о какой-то уровень поддержки, если выражаться рыночными терминами. Ну, а если смотреть за горизонт, если смотреть за горизонт в нескольких ближайших лет, за горизонт, так сказать, постковидный, за горизонт следующего цикла в Соединенных Штатах, в России будет новый политический цикл, в целом ряде стран ЕС тоже пройдут выборы и будут новые политические циклы, то здесь, конечно, многое зависит от реальных потребностей, которые будут стоять перед сторонами, от, скажем так, точек соприкосновения, которые между ними будут возникать. Ну, в частности, по вопросу климата у нас есть вполне интересные точки соприкосновения с Европейским Союзом, которые мы, кстати, тоже отразили в нашем докладе. И, конечно, от искусства дипломатии. От дипломатов, потому что все-таки внешнюю политику и международные отношения делают люди. Это не абстрактные системы, а люди — это живые существа, у которых есть свои картины мира, которые могут быть ошибочными, которые могут страдать от избыточной приверженности каким-то схемам, идейным, идеологическим, которые попросту могут принимать ошибочные решения. И в такой ситуации, достаточно неустойчивой от искусства дипломатов и от терпения политических лидеров, от их мотивации и заинтересованности, выстраивание отношений, конечно же, будет зависеть очень-очень многое. Спасибо.